Урок 31. Задача первая. Построить график функции y равен 5x. Проходит ли график функции через начало координат? Графиком функции будет прямая. Прямая идет через начало координат, потому что если x равен 0, y тоже равен 0. Давайте отметим начало координат. Точка с координатами 0,0. Чтобы построить прямую, нужна еще одна точка. Допустим, x равен 1. Тогда y равен 5. Давайте отметим вторую точку. Двух точек достаточно, чтобы провести прямую. Графиком функции является прямая. На рисунке прямая показана красным цветом. Задача вторая. Построить график функции y равен минус 1,5x и найти по графику значение y, которое соответствует значению x4. графиком данной функции будет прямая. Прямая строится по двум точкам. 0,0. Давайте отметим. Начало координат. Точка с координатами 0,0. И допустим, x равен 2. Тогда y минус 3. Через две точки проводим прямую. Графиком функции является прямая. Теперь надо по графику назвать значение y, при котором x равен 4. Давайте найдем x4 на оси абсцисс. Проводим прямую параллельную оси ординат до пересечения с графиком функции. Вот эта точка пересечения с графиком функции. Какова ордината этой точки? Минус 6. Значит, ответ минус 6. Задача третья. Построить график функции y равен 2,5x, найти по графику значение x, если значение y минус 5. Графиком данной функции является прямая, которая идет через начало координат, через точку с координатами 0,0, что x равен 0, y равен 0. Вторую точку давайте возьмем. Допустим, x равен 2. Тогда y равен 5. Если 2 умножить на 2,5, получится 5. Вот вторая точка. Проводим прямую график данной функции. Теперь по графику надо найти значение x, если y минус 5. Давайте на графике функции найдем такую точку, ордината которой минус 5. Вот минус 5. Вот эта точка на графике функции с ординатой минус 5. Какова абсцесса этой точки? Давайте проведем прямую параллельную оси ординат до пересечения с осью абсцесс. Значит, абсцесса этой точки минус 2. Значит, ответ x равен минус 2. Задача четвертая. Построить график функции y равен 0,7 умножить на x. Указать, внутри каких координатных углов расположен график этой функции. Графиком данной функции является прямая, которая идет через начало координат. Отметить точку 0,0. Затем надо отметить еще одну точку, чтобы провести прямую через эти две точки. Допустим, x равен 5. Если x равен 5, тогда 5 умножить на 0,7 будет 3,5. Значит, y тогда 3,5. Отмечаем. Еще одну точку. Проводим прямую. Прямая красным цветом показана на рисунке. Внутри каких координатных углов? Вот это первый координатный угол. А это третий координатный угол. Значит, ответ внутри координатных углов первого и третьего. Задача пятая. Зависимость между переменными x и y выражена вот такой формулой. Надо определить k, если известно, что y – 12, а x – минус 1,5. Значит, в эту формулу вместо y надо подставить 12, а вместо x – минус 1,5. И затем решить вот это уравнение, найти значение k. k равно 4. Ответ 4.